Так вот и какая русская весна! А может это накаленная атмосфера любви? Сегодня побит рекорд 40-летней давности. Температура воздуха в Москве достигла 9,1 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 марта 1975 года, когда этот мир покидал владелец пароходов и Жаклин Кеннеди, миллиардер Аристотель Анасис. Кроме того, сегодня на Москву было оказано рекордное давление атмосферы 773 мм рт. ст. Солба. Воздушные маски досрочно ликуют по поводу годовщины присоединения Крыма. Они как бы призывают. Владимир Владимирович, приходите на Красную площадь 18 марта на митинг-концерт. Москва готова встретить вас цветами. Вот доказательство, которое я сегодня, подчеркиваю, сегодня сделал в своем дворе неподалеку от Кремля. Это не какие-нибудь консервы, а первый настоящий крокус. То есть, извините, вчера, но он сегодня точно такой же, как сегодня. Но, как говорится, не комментируем в определенных кругах. Тема закрыта. Сегодня по приметам Федот ветронос. Кажется, пронесло. Не сбылась страшный для импортозамещения примета. Федот злой, не быть с травой. Впрочем, народные приметы говорят, что именно сегодня нужно срочно бросить все государственные дела и приступить к посеву на рассаду баклажанов, сельдерея и парея. Об особенностях поведения стихии поговорим с Юрием Варакиным, начальником Ситуционного центра Росгидромета. Здравствуйте. Добрый вечер. Телезрители очень много вопросов прислали. Хорошо. Вот так получилось, что годовщине покорения Крыма погода словно шепчет. Владимир Владимирович, мы вас ждем в Васильевском спуске. Тюльпаны в Крыму цветут. В Крыму тоже аномалия погоды? Ну, в Крыму, наоборот, сейчас погода обычная. Но если брать по количеству осадков за эту зиму, то наконец-то, по прошествии трех лет, когда были бесснежные зимы и был очень острый дефицит осадков в водохранилищах, в эту зиму практически процентов на 70-80 уже наполнены. А это значит, что лето и весна и в Севастополе и в прибрежных городах будет нормально. Поэтому этот год очень удачный. А по температуре обычная, в общем-то. То есть, при хождении в Россию количество снега в Крыму увеличилось? Увеличилось. А там, конечно, засусливали, вы понимаете. А вот, кстати, возможность подхватить грипп, о чем сейчас много говорят, при такой высокой температуре, она выше, чем при обыкновенной? Нет, но у нас, во-первых, сейчас не такая высокая влажность, что плюс с точки зрения снижения эпид-порога. А потом все-таки для ОРВИ всех лучше, чтобы погода была выше нуля, либо морозная. То есть, она чтобы не была вот такая около нуля. Потому что человек не знает, что на себя надеть. Да, и когда у нас стабильно днем, мы знаем, что воздух прогревается до 8-11, а на следующей неделе, я думаю, будут побиты очередные рекорды. То есть, вот сегодня был третий рекорд, вы сказали, а в понедельник, вторник, возможно, мы еще превысим, потому что предыдущие рекорды были в 92-97 годах, и они у нас были не превышали, в 2007-2002 годах, то есть не превышали 16-го, 17-го, 18-го, 8,6, 8,5 и вот 18-го, 10,6. Но с учетом, что у нас стоит мощный антициклон, и давление аномально высокое, и, соответственно, завтра, и до четверга, как минимум, давление будет, тоже может побить рекорды, то есть это примерно тысяча тридцать, тысяча тридцать миллиметров. Давление – это серьезная вещь такая, потому что... Нет, давление, значит, не будет в области. ...два дня назад ЕС продлил санкции в отношении 150 российских граждан и 37 компаний, и сегодня вот опять беспрецедентное давление вот этой атмосферы ненависти, можно сказать. Это когда атмосфера ненависти и любви, это хорошо или плохо? Это как-то влияет на психику? Делает ли вот ее неустойчиво у пожилых людей, какой-то мой шеф-редактор Маргарита Журавлева, например, у меня? Ну, во-первых, очень мы реагируем на резкие перепады, как температур, так и давление. Так вот, у нас давление будет в эти дни, до 20-го практически числа, практически мало отличаться. То есть суточный ход, он не будет резким, то есть у нас не будут проходить атмосферные фронты, что как раз характерно для резких перепадов давления. И температура будет... То есть Москва вне линии фронта? Да, вне. Нет, у нас все фронты сейчас и осадки будут в основном либо по северам, то есть это Мурманск, Мурманская область, Архангельская область, Коми, либо по югу, это Крым, это Кавказ, это... Ну, в общем, нам не привыкать, Крым и Кавказ. Ну, там нужны дожди, там у нас, в общем-то, чем больше влаги, тем лучше. Но там же фронт проходит. Да, да, потому что циклоны идут как раз, огибают с Атлантики по северной части, через Скандинавию, через Баренцево море, да, на европейскую уже нашу территорию, и через Средиземном море, да. А вот Европа, которая... Российская Европа и нероссийская Европа, там тоже вот в таких городах, как Гага, как Гага? Ну, конечно, температура сейчас практически одинаковая, вот что на юге Центрального Федерального, что у нас, что в Питере, что в Твери, то есть везде достаточно тепло. Ну, тогда хотелось спросить, что на Валдае, какая погода, потому что по мере приближения к Петербургу, где Владимир Владимирович Путин ждут в понедельник, а на Васильевской спуске, например, 18-го числа, вот там сильно холодает после приближения? Нет, там сейчас тоже... Я поеду через Валдай на поезде и посмотрю там, есть там, Владимир Владимирович или нет? У нас антициклон как раз скандинавский, то есть вот эти дни, выходные дни, да, с пятницы, суббота, воскресенье, еще два дня... То есть к нам тепло пришло из Скандинавии? Нам пришло тепло от нас, но прогрето просто за счет того, что у нас уже прибывает очень здорово день, ночь уменьшается и очень большой суточный ход температуры, то есть при отрицательных температурах ночных суточный ход выше 10 градусов. За счет этого успевает прогреваться, так как нет облачности, и уже съеден почти весь снег, если брать западнее Московской области, южнее, то есть Смоленская область, Брянская, Калужская, там практически уже снежный покров сошел на нет. Дело в том, что в ближайшее время не ожидается массового возмущения, как называется, воздушных потоков, потому что вы начальник ситуационного центра. Насколько вообще ситуация в стране, в Москве стабильна? Ну, ситуация в Москве у нас отличная, прекрасная, весенняя. Мы опережаем погоду такую вот, которая характерна сейчас, это больше характерно для начала апреля, либо конец марта. И, в общем-то, у нас сейчас вот эти, сегодня, если брать, полмесяца прошло, вот среднесуточная температура этих полмесяцев, среднемесячная, если брать отрезок за полмесяца, она, значит, превышает на 5 градусов среднеклиматическое значение. А возможно, вообще, появление в Москве опять снегоуборочной техники? Снегоуборочная, думаю, навряд ли. То есть, русская весна или все-таки это оттепель? Знаете, вы знаменитые, мы, потому что это весна, на самом деле, это оттепель. Мы в такой полосе находимся, климатической, да, вот средняя наша, среднеевропейская равнина, русская равнина, что, конечно, у нас могут быть похолодания и не только в апреле, но и в мае, мы помним, и, в общем-то, такие неоднократные случаи бывали, когда уже плюс 15, потом похолодания, заморозки, там, и снежная крупа. Но это все кратковременно, то есть, это может быть в течение одних суток. То есть, тех, кто беспокоится, что будет дефицит крупы, можно успокоить, что все-таки снежная крупа еще будет? Да. Ну, я думаю, что, конечно, в апреле что-то еще будет. То есть, у нас все-таки не юг России, не Ростовская область, не Краснодарский край, когда уже там, можно сказать, что весна пришла окончательно. Ну, а вот, может быть, там Россия, будет ли ясно над Донбассом? Потому что, вот, смогут ли спутники, как выразился Владимир Владимирович, наших американских друзей, оследить перемещение российских войск, при том, что их там, как известно, нет. Не помешают ли коварные точки американской военщине разглядеть что-то и реализовать свои зловещие планы? Ну, во-первых, спутники у нас уже давно, и у нас, и в США, и в других развитых космических державах всепогодные. То есть, если оптоэлектронные средства не могут через облака, допустим, мешают, то есть радиолокационные средства, есть инфракрасные системы, которые, невзирая ночное время, облачность, все равно... Ну, вообще, над всей Россией, в общем, европейской, безоблачное небо, правильно я понимаю? Ну, практически нет. Сейчас у нас, как раз, вот, были и вчера осадки, Ростовская область, Новороссия, конечно, там облачность и осадки. Но антициклон будет у нас смещаться на восток. Нет? Переходящий в град? Нет, 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 нет. А, скажите, тут народная примета, говорит, какой Федот, такое лето. Вот, как я понимаю, вообще метеорология крупно ошиблась с прогнозами, потому что говорили, что зима будет холодная и бесснежная. Мы все испугались, пошли, побежали укрывать наши последние розы, апельсины, лимоны, ну, что у кого растет? Вот. И не оправдались, что зима у нас снежная. Нет, ну, смотря какие районы, это же тут лукавство. Ну, я говорю про Питер и Москву, конечно, про Дрест. Про Питер и Москву не знаю. Я, в общем-то, вот когда меня приглашали на разные, будем говорить, масс-медиа, да, и давал прогноз, что снега у нас будет больше, чем норма за Уралом и на Востоке, и так и получилось. У нас очень много снега выпало в Сибири, особенно Ханты-Мансийске. Вот здесь можно сеять, бросать седу. Здесь, а здесь у нас снег выпало с северней Москвы достаточно, если брать вот там район Верхней Волги, Кама, Северная Двина. А вот сюда вот, будем говорить, поюжнее, да, и в Воронежской области, и в Центральной Черноземной, здесь бы хотелось, чтобы побольше было снега. И, к сожалению, вот снега не так много выпало. Ну, а вот такие, ну, я прочитал, что подул на Федота теплый ветер, лето будет мокрое и теплое. Вообще показывает парафли народ с его многовековыми устоями. То есть действительно ли подтверждается некая корреляция? Ну, в общем-то, конечно, мы с таким, с иронией относимся к этим народным приметам, потому что уже это подтверждено последние вот 20 лет. У нас настолько маховик климатически его раскрутила, природа, матушка, что вот изменения климата, они носят достаточно устойчивый характер. И если брать вот амплитуду, синусоиду, да, то есть эта амплитуда выросла. Поэтому... Ну, вот наши американские друзья, они все-таки приняли концепцию глобального потепления. Как я понимаю, на государственном уровне, фактически. Хотя и не хотят подписываться определенной конвенции. Этот год может свидетельствовать о том, что это какой-то выдающийся год, и поэтому все экологи, которые... Альберт Гор будет особенно активен в этом году, потому что это будет доказывать превышение среднегодовой температуры. Ну, конечно, есть пока предпосылки, если взять март месяц и февраль, особенно, ну, март еще у нас идет, а февраль месяц у нас входит в тройку самых жарких. И если брать по Москве, европейской территории, то превышение было в марте почти на 5 градусов среднемесячной температуры. Это очень достаточно высоко. И плюс, если взять полярные шапки, то устойчивой тенденцией у нас сократилась полярная шапка в Арктике, но в то же время, опять-таки, где-то если убыло, то где-то прибыло. Поэтому я не сторонник, что везде все потеплело. Так же, как мы прекрасно сейчас видели, как у нас какие были снегопады, и замерз и Ниагарский водопад, и Великие озера, и морозы в Канаде, и все. Хотя говорят, что мы там климатическое оружие применяем, но тут ничего нет. Ну, если мы готовы были, год надо ядерное применять, как сказал Владимир Ильич Путин. Ну, даже чего тут удивляться. Ну, и последний у меня к вам вопрос. Вот, насколько я знаю, вы возглавляете две еще организации. Они называются очень загадочным. ФП, РС, ЧС, Шторм и ФФП, РС, ЧС, Цунами. Вот эти, что такое РС, ЧС, если можно сказать? И ожидают ли нас вот эти РС, ЧС? Ну, это подсистемы ЧС, то есть мы были созданы как одна из структур МЧС России, ну, с точки зрения взаимодействия Росгидромет, да? И именно Росгидромет отвечает за... Вот Шторм — это природные стихийные бедствия. То есть, вот как было Крымск, как было в Преамуре наводнение, нагонные волны, грозы. То есть все, что связано со стихией, мы обязаны... Ну, я имею в виду мы, Росгидромет, его территориальные органы, подразделения, оперативные. Никто, это, так сказать, по федеральному закону все возложено только на Росгидромет. То есть не может там ни ФОБОС, ни какие-то другие структуры этим заниматься. То есть мы должны своевременно оповещать заблаговременно МЧС, органы власти, Минтранс, Минэнерго и так далее. Ну, все, которых задевает это, значит, непогода. А цунами, это, значит, землетрясение под водой, это наш Дальний Восток в первую очередь, то есть это Камчатка, это Курилы. Это же зона нестабильности. А вот это высокое давление, которое сейчас оказывается на европейскую часть России, это потенциально может привести к возникновению штормов? Нет. Вот единственное, есть закономерность определенная. Мы сейчас вот с учетом сейчас сложной ситуации, которая на Байкале, то есть мы вот заметили, что у нас он не высыхает, он убывает. Сейчас ниже вот уже 5-6 сантиметров, ниже критической отметки. И, естественно, он еще будет убывать, но закономерность какая, вот мы сейчас выявили, что если стоит область высокого давления, ну, допустим, как сейчас над Москвой, то, то есть давит, то скорость, допустим, 1 сантиметр убывает там за 2-3 суток. А если низкое давление, то убывает там за 5-7 суток. Поэтому вот сейчас, допустим, давление понижено, идут осадки там, ну, как раз над районом Иркутской области, Забайкале, Бурятия. Это плюс. Почему? То есть меньше времени, то есть больше времени нужно на то, чтобы скорость убывания была более медленной. Ну, то есть ГЭС не нужно останавливать? Да ничего не нужно. Ну, это было уже больше 5, там, за последние 30 лет. То есть колебания естественные, и начнется в мае таяние, все восполнится. И, конечно, какой-то дефицит будет, но всегда у нас Бурятия и Забайкале. Я смотрю, вы исторический оптимист. А? Вы исторический оптимист. Нет, я просто уже больше 40 лет этим занимаюсь в профессиональной. Спасибо большое, Юрий Генч. Это был Юрий Варакин, руководитель ситуационного центра Росгидромета. Мы выясняли, насколько, какая погода на Валдае, какие шансы подцепить грипп. И, собственно, стабильно ли в Москве ситуация, не будет ли возмущений снизу или каких-то проблем наверху.